Шаббат шалом, ребята! Меня зовут Ванесса, и я очень рада видеть вас. Надеюсь, вы хорошо провели эту неделю и в школе, и дома. И сегодня такой чудесный день, который сотворил Господь. Начнем же нашу шаббатную передачу. Но прежде давайте помолимся и поблагодарим Творца за этот шаббат и нашу с вами встречу. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за этот шаббат, за этот прекрасный день, который Ты даровал для каждого из нас. И мы Тебя благодарим за то, что Ты благословил нас и наших друзей этой встречи. Аминь. Шаббат шалом, дорогой друг! Привет! Мы снова с тобой, и сегодня суббота, а значит время наших мастер-классов. Суббота, а значит время наших мастер-классов. Суббота, а значит время нашего мастера. Суббота, а значит время наших мастер-классов. Шаббат Шалом, дорогие ребята! И с вами сегодня Давид. Хочу рассказать вам одну древнюю историю про одну очень смелую девочку. Давным-давно, во времена пророков, была война между Израилем и Сирией. И в этой войне победила Сирия и забрала много евреев в плен. Среди этих пленных была маленькая девочка, может, такая, как ты сейчас. Дом, в который попала эта девочка, был домом Неймана, очень важного военачальника. Нейман был болен тяжелой болезнью. Называлась эта болезнь проказа. Девочка, видевшая, как страдает от болезни этот человек, который привел ее в свою страну, увел ее от мамы и от папы, от друзей, от всего, что было ей близким, лишил ее свободы, превратил ее жизнь в рабство. Эта еврейская маленькая девочка пожалела Неймана. Она сказала его жене, «О, если бы господин побывал у пророка, который в Самарии, то он бы снял с него эту проказу». Военачальник Нейман поверил этой девочке и отправился с письмом своего царя в Израиль. Царь Израильский испугался. Он подумал, «Ведь я не бог, чтобы исцелить полководца Неймана». Но тут к царю пришел слуга от пророка Елисея и забрал Неймана. Через своего слугу Елисей пророк передал, «Пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Нехотя Нейман вошел в реку и стал окунаться на седьмой раз, когда он встал, то тело его стало чистым, как у ребенка. Бог совершил чудо. Так Нейман узнал, что есть один истинный Бог, Бог Израиля. Какое огромное сердце, полное добра и милосердия было у этой девочки. Она совершила доброе дело и рассказала о Божьем пророке. Потом Елисей совершил доброе дело, и Бог проявил свое чудо. Военачальник сирийский был исцелен от проказы. И самое важное, Нейман узнал о Боге и о его силе. Помните, ребята, Бог хочет, чтобы мы совершали добрые дела и не ждали похвалы. Чтобы мы были теми, кто исполняет вторую важнейшую заповедь. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Сейчас я вам покажу на примере, как Бог благословляет и обогащает тех, кто делает добрые дела. Того, кто щедрый и милосердный. Берем с вами листок и отрезаем один угол. Отрезаем второй угол, третий и четвертый. Итак, этот листок символизирует добрые дела. И я отрезал один угол и получил взамен два. И так с другими углами. И Бог благословляет, если мы что-то отдаем, Он дает вдвойне. И так и вы совершаете добрые дела, не прося Его о благодарности. Он благословит вас вдвое. Шаббат, шалом, дорогие ребята. И пока, до следующей встречи. Какой же вывод мы с вами можем, друзья, сделать сегодня? Если ты делаешь добро от всего сердца, и может это что-то незначительное, совсем маленькое, но в Божьих глазах это очень-очень ценно. Это очень нравится нашему Господу. Например, если ты в школе помог раздать тетради, или дома помыл посуду. Возможно, ты соседу помог полить огород. Помни, Господь позаботится о тебе, как ты заботился о других. Чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь. Учитесь, друзья, делать добрые дела, потому что Бог этого хочет. Привет, ребята! И с вами снова Давид. И я вам покажу, как делать сегодня этих добрых и веселых человечков. Для этого нам понадобится колба от салфеток, клей обычный ПВА, ножницы, один черный маркер и карандаш. И также цветная бумага. У меня есть синяя, оранжевая, но вы можете выбрать по вкусу, какая вам больше подойдет. Значит, для этого я взял колбу от полотенец и разметил четко по центру линию. И сейчас я буду вырезать. И вот мы получаем две колбочки. Итак, сначала мы нарисуем лица нашим веселым человечком. Вы можете рисовать настолько, насколько у вас хватает фантазии. я нарисую улыбку. И вот такой веселый человечек у меня получается. А, давайте сразу нарисуем так же второму. Беру так же, провожу линию для глаз. Рисую носик уже другой. Ой, вот такой. И вот такую улыбку. И маленькими черточками отмечу зубки. Приступаем к следующему этапу. А следующий этап это вот такие прекрасные волосы у наших человечков. Так как я сделал уже зеленый и синий у меня остался красный и оранжевый. Для этого я беру лист и делаю отметку, какую я бы хотел длину у наших волос. И, к примеру, меня выстраивает вот такая вот длина. Вы можете выбирать, как вам удобно. Вот, я так загнул лист, чтобы отрезать лишнее. И, собственно, по линии отрезаю лишнее. Вот. Вот это убираем. И отрезанное ровно по линии. Сначала берем клей ПВА. Так вот здесь покрываем наши участки клеем. Так немножечко размажем, чтобы равномерно все у нас наклеилось. И теперь прикладываем на стульчик. Аккуратненько складываем. И вот таким вот движением мы поймем, сколько нам нужно отрезать лишнего здесь. И так, теперь у нас есть две прически. И что мы делаем с вами дальше? Мы берем наши ножницы и аккуратно нарезаем, так сказать, локоны. Берем с вами карандашик и накручиваем локоны, чтобы они у нас получались красивыми. Берем вот так на карандашик, закручиваем это дело. и таким выдвижением и так проделываем это с каждым. И вот, ребята, у нас получились с вами веселые добрые человечки. Я хочу вам пожелать таких же улыбок, как у этих веселых человечков. И много делать своими руками. А главное, добрых дел. Всего вам хорошего, ребята. Шаббат шалом. Шаббат шалом, дорогие ребята. И с вами сегодня Женя. И я расскажу вам об одном хорошем мальчике. Рассказ называется «Цветы к субботе и детка домой». Его написала знаменитая детская писательница Ривка Элицур. Эйтан, это наш с вами сегодняшний герой, возвращается домой из детского сада. Он идет один, во-первых, потому что знает дорогу, а во-вторых, он уже не маленький. Сумка для завтрака болтается у него на одном боку, а пустая фляжка на другом. Эйтан останавливается, открывает сумку и заглядывает внутрь. Вот это да! Какой кусок пирога, завернутый в белую бумажную салфетку, лежит у него в сумке. А как он пахнет, вы даже себе не представляете. Этот пирог дети сами вчера испекли в честь субботы. Эйтан свой кусок не съел, он съест его дома вместе со своей мамой. Половину маме, ну а половину ему. Какой замечательный пирог, скажет мама. Неужели вы его испекли сами с детками? Конечно же, ответит Эйтан. Воспитательница помогла вам совсем чуть-чуть. Эйтан очень любит приходить домой в пятницу. До субботы еще далеко, но она уже чувствуется в его доме. Он весь полон вкусными запахами, запахами субботней еды. На обеденном столе уже расстелена белая скатерть. На ней лежат субботние халы, прикрытые белоснежной салфеткой, а рядом стоят серебряные подсвечники, начищенные, блестящие, ожидая наступления субботы. Эйтан закрывает сумку и продолжает свой путь. Вот и сад детки домой. Почему старика-хозяина этого сада прозвали детка домой? Потому что каждый раз, когда дети взбираются на забор и заглядывают в сад, где работает этот дедушка, он прерывает работу, машет лопатой или мотыгой и кричит «Домой, детки, домой, домой!» А те спрыгивают с забора и убегают, визжат восторга. Дом детки домой находился около дома Эйтана. И вот сейчас Эйтан стоит у входа в сад и заглядывает внутрь. Детки домой там нет. Сегодня он в саду не работает. Ой, какие розы! Ярко-красный цветок, огромный, совсем распушившийся, смотрит на Эйтана и словно говорит «Сорви меня! Сорви меня!» А другой цветок немножко поменьше, застенчиво и полураскрытый, словно шепчет «Нет, не трогай меня! Не трогай меня!» Но Эйтан решает «А принесу-ка я цветы маме в честь субботы?» Она украсит ими в стол «Вот это будет здорово!» Калитка тем более не заперта и Эйтан входит в сад. Он протягивает руку и срывает обе розы, одну большую и вторую маленькую. Мальчик вбегает в дом и кричит «Шалом! Шалом, Эйтан!» отвечает мамин голос. «Я в кухне, иди сюда, дорогой!» «Закрой глаза и протяни руку!» кричит Эйтан. «Я принес тебе сюрприз, мама!» Мама улыбается, вытирает руки об кухонное полотенце, вешает его на место, садится на стул, закрывает глаза и протягивает свои руки. Эйтан открывает свою сумку, вынимает кусок вкусного пирога и кладет его на мамину ладонь. «Ну-ка, угадай!» говорит он. «Угадай!» «Что я тебе принес, мам?» Мама ощупывает завернутый в салфетку кусок пирога и говорит, не открывая глаза. «В этой салфетке ты принес пирог, Эйтан!» «Правильно веселится, Эйтан!» «А как же ты узнала, мама?» «А что я принес еще?» «Нет, нет, не подглядывай, не подглядывай!» Эйтан поднимает розы и подносит их к маминому носу. «Ой, какой аромат!» говорит мама. «Какой чудесный запах!» «Ты принес, ты принес розы!» «Правильно!» подпрыгивает от восторга Эйтан. «А теперь, мама, открой глаза и посмотри, какие они красивые!» Мама открывает глаза и видит две прекрасные алые розы. Она снова подносит их к лицу и говорит «Просто чудо! Кто тебе их дал, Эйтан?» И Эйтан отвечает «Я сорвал их в саду, детки домой!» Мама молчит и пристально смотрит на Эйтана. Потом медленно качает головой, словно говоря «Нет, нет, нет, нет!» «Что нет?» не понимает Эйтан. «Таких цветов я не хочу!» говорит мама. «Ну почему?» спрашивает удивленный Эйтан, а на глазах его выступают слезы. «Эти цветы не твои!» отвечает мама. «Они принадлежат дедушке, хозяину сада». Мама встает, снимает фартук, вешает его на вешалку позади двери, в одну руку берет обе розы, а другую протягивает Эйтану. «Пошли, сынок!» «Куда?» удивляется Эйтан. «К детке домой!» говорит мама и крепко берет Эйтана за руку. Ему приходится подчиниться. Слезы, выступавшие на глазах Эйтана, начинают струиться по его щекам, а за ними из глаз текут новые. Эйтан идет и плачет, а мама крепко держит его одной рукой, а в другой несет алые розы. Они входят в сад «Детке домой», но его там, к сожалению, нету. Мама поднимается на крыльцо и нажимает на кнопку звонка. Детка домой открывает дверь. Он опирается на палку, лицо у него бледное, а глаза грустные-прегрустные. «Шалом», говорит мама. «Шалом», отвечает старик. Он смотрит на маму, потом на Эйтана, затем снова на маму и вдруг замечает розы в ее руке. Глаза его становятся сердитыми-сердитами и он восклицает «Госпожа, это розы мои!» «Верно», отвечает мама и протягивает их старику. «Извините, пожалуйста», продолжает она. «Мой сын сорвал их без разрешения. Он хотел принести мне цветы к субботе. Если нужно, мы заплатим вам за эти цветы». Однако старик продолжает сердиться. «Заплатим, заплатим», ворчит он. «Мне не нужны ваши деньги». Он кладет розы на стол около бутылочек с лекарствами и говорит «Я понимаете ли, я очень сильно люблю мой сад. Я работаю в нем изо дня в день, ухаживаю за ним, берегу его. Он уныло плетется к стулу и садится на него. Уже второй день я не могу выйти из дома, потому что я болен». Он замолкает и страдальчески глядит на сорванные розы. Ну а мама с сайтаном стоят с опущенными головами около двери и тоже молчат. Старик продолжает говорить, словно обращаясь к самому себе «Вот, сад мой теперь заброшен, кто хочет приходит в него и рвет цветы». И дедушка опять замолкает. Потом он смотрит на маму и на Эйтана, все еще стоящих возле двери и говорит «Ну ладно, входите, присаживайтесь». «Напрасно я все-таки рассердился», говорит дедушка. «Все равно они бы завяли. Болен я, не могу полить мой сад, ну что я могу поделать». Дедушка шепчет Эйтан и подходит ближе к старику. «Дедушка», говорит он еще громче, «Разрешите мне полить ваш сад». «Честное слово, я умею, я столько раз поливал цветы в детском саду». И не дожидаясь ответа, Эйтан выбегает из дома, находит длинный резиновый шланг для поливки, подключает его к крану, открывает его и изо всех своих сил тачит тяжелый шланг к клумбе. Эйтан стоит и тщательно поливает розы. Мама выходит в сад, видит Эйтана за работой и радостно улыбается. «Молодец, вот теперь Эйтан, ты молодец!» Она возвращается в свой дом и снова принимается за приготовление к субботе, а Эйтан в это время поливает сад. Розовые кусты, плющ, залезший на стену дома, персиковое дерево, клумбу с гвоздиками и весь сад. Когда он закончил, он оттащил резиновый шланг на место и закрыл водопроводный кран. Эйтан стучит в дверь дома дедушки и осторожно входит. Дедушка сидит все на том же стуле, но две розы уже стоят в бутылке из-под лекарства. «Иди сюда, мальчик!» манит он Эйтана к себе. Глаза его совсем не сердитые, он уже улыбается, он вынимает из бутылки розы и протягивает их Эйтану. «Бери, мальчик, бери эти цветы!» Эйтан стоит перед ним и держит розы, и лицо его веселое-веселое. «Беги домой, мальчик!» говорит детка домой. «Подари эти цветы твоей маме в честь субботнего дня. Твои они, эти цветы!» «Спасибо, шалом! Будьте здоровы!» восклицает Эйтан и мчится домой. Мама берет розы и глубоко вдыхает их аромат. «О, говорит она, какой чудесный запах у этих цветов!» «Правда, это самый прекрасный подарок к субботе!» Она ставит их в вазу и украшает ими субботний стол. Вот такой поучительный и интересный рассказ, ребята! Надеюсь, вы сделали выводы о том, что делать радует сердце твое и радуется вместе с вами весь мир, ребята! Теперь посмотрите, ребята, вокруг. Может, кому-то нужна ваша помощь сходить в магазин, полить огород, помочь принести тяжелую сумку, защитить младшего, когда его обижают, не быть равнодушными и добро обязательно к вам вернется. Шаббат шалом, ребята, и до скорых встреч! Шалом хабарим! Шалом, друзья! Они смехали род Эдхэм! Я очень рада видеть всех вас! И, как вы уже могли догадаться, мы с вами будем продолжать изучение иврита. Но для начала хочу вам рассказать несколько интересных фактов. Первый. Иврит это очень необыкновенный и очень интересный язык. Ну, как минимум потому, что пишем мы на иврите справа налево, а не слева направо. читаем без гласных и, конечно же, мы любим отвечать вопросом на вопрос. Факт номер два. Иврит это единственный язык в мире, который был мертвым, но который оживили, воскресили. Что это значит, ты спросишь? Это значит, что долгое время на иврите вообще не разговаривали, но потом один мудрый еврей решил восстановить этот язык, на нем вновь стали разговаривать, общаться и читать. Факт номер три, и это мой самый любимый факт, все священное писание, Тора и вся Библия написаны на иврите. Что это значит? Это значит, что когда ты выучишь иврит, ты сможешь читать Тору в оригинале. Представляешь, как это круто? И бонусный факт номер четыре. Как ты знаешь, Давид написал много псалмов, на иврите называется Тегелим. И если ты откроешь Тору и будешь читать в оригинале эти псалмы, тебе будет очень легко их петь, потому что иврит очень музыкальный и очень красивый язык. И скажу тебе по секрету, мой плейлист уже давно состоит из песен на иврите. И что тянуть время, давай приступим к уроку. Для начала я хочу вспомнить, что мы делали на прошлом уроке. На прошлом уроке мы праздновали праздник Ханука и разбирали буквы на нашем дрейделе. Давай вспомним. Там была написана буква Нун буква Гимель буква Хэй и буква Шин. А в Израиле это было в конце Пэй. И как ты помнишь, вспоминая дни Хануки, мы говорили Нес Гадоль Хая Шам Великое чудо было там, находясь за пределами Израиля. А в Израиле мы говорили Нес Гадоль Хая По Великое чудо было здесь, в Израиле. Я уверена, что ты. Вы помнили об этом? Ну, я хотела вам об этом напомнить. А сегодня мы перейдем к изучению алфавита. Любой язык начинается с алфавита. И сегодня у нас две буквы. Пару слов о алфавите. В Иврите у нас двадцать две буквы. Всего лишь двадцать две. Но какие буквы интересные. А в Иврите мы пишем, как ты уже слышал, без гласных букв. Что это значит? Я сейчас тебе покажу. Смотри. Например, если бы мы на русском писали так же, как на иврите, слова бы выглядели примерно вот так. Если не получается, я помогу. Так как у нас нету гласных, у нас есть система огласовок. Проще говоря, точечки, палочки, которые говорят нам о определенных гласных буквах. К примеру, вот здесь у нас будет буква о, то есть со, но будем считать как а. Здесь будет буква а, то есть слог ба, и здесь тоже. Как это просчитать? Правильно, собака. Попробуем еще раз поиграть. Смотри. Так, я думаю, ты догадался, что это за слово. Но если не догадался, я тебе помогу еще раз. смотри, здесь а, здесь у, здесь нету гласной буквы, и здесь опять а. Какое слово? Правильно, бабушка. Также и в иврите у нас есть согласные буквы, и, зная слово, мы легко сможем прочитать его на иврите. Перейдем к буквам. Итак, первая буква алфавита. Я пишу справа налево. Буква Алиф. Так она выглядит в прописи. А вот так в печатном виде. Да, я забыла тебе сказать, тебе обязательно на урок нужен листик бумаги и ручка. Это на сегодня. А на следующий раз обязательно блокнот или тетрадь. Мы же все-таки иврит учим. Первая буква называется Алиф. И сразу домашнее задание. Дома взять тетрадку и прописать прописную букву. Еще раз покажу. Вначале полукруг, как буква С русская, а потом такая палочка, которая выше, чем вот первый знак. Еще раз смотри. Раз, два, раз, два. И дома ты должен прописать до конца. И вторая буква алфавита. Это буква Бет. так она выглядит в прописи, а так в печатном виде. И называется она Бет. Дома то же самое. Прописать эту букву. Еще раз пишу медленно. Полукруг, а здесь волна. Полукруг, волна, полукруг, волна. Я думаю, что у тебя все получится. И очень просто запомнить алиф или не дает звука, или чаще всего А. И также и Бет или не дает звука, или звук Б. И целых три слова из двух букв. Первое слово и Бет. Читаем мы как Ав. И это слово означает у нас ОТЕЦ. Второе слово очень похоже. Алиф буква, буква Бет и снова Алиф. Это у нас слово АБА. АБА это ПАПА. Видишь, как все просто? Всего лишь две буквы, а уже два слова. И третье слово. Первая буква Бет, вторая Алиф. АБА. глагол читается как БА и означает Пришел. Если мы прочитаем два этих слова, получится АБА БА. Это те слова, которые еврейский младенец говорит первыми. И переводится как ПАПА пришел. АБА БА. Дома напомню тебе, ты берешь тетрадку или блокнот, прописываешь букву Алиф, прописываешь букву Бет и учишь три слова. На сегодня не буду больше тебя грузить информацией, но надеюсь, что через какое-то короткое время мы с тобой сможем читать слова, писать без гласных и читать и отвечать вопросом на вопрос как это принято у нас. Поэтому прощаюсь с тобой до следующей субботы. Шалом. ЛЕЙТРАОТ Привет, ребята! Это снова я, Эмиль и ваша любимая Викторина. Ребят, мы смотрим за тем, как вы стараетесь и отвечаете на наши вопросы. И на этой неделе хотим отметить таких людей. Аню, Давида, Леру, Кристину, Лену и брат и сестричек Глеба. Ребята, вы молодцы! Ну а теперь наши вопросы. Первый вопрос. Как называлась страна, куда увели девочку в рабство? Месопотамия, Екипит, Сирия. Второй вопрос. Как звали военачальника, который болел проказой? Йосаул, Нейман, Эпифан. Третий вопрос. Как можно назвать поступок еврейской девочки? Злой поступок, безразличие или добрый и милосердный поступок? И четвертый, последний вопрос. Какую заповедь исполняют люди, которые делают добро? Не нарушай межи брата своего, почитай отца и мать или возлюби ближнего своего. Ну все, ребята, на этом вопросы закончились. Если тебе нравится наше видео, не забывай о них, делись с друзьями и не забудь поставить нам лайк. Ну все, жду твоих ответов. Пока! Ребята, нам очень понравилось сегодня быть вместе с вами и мы надеемся, что вам тоже очень с нами понравилось. Пишите скорее ваши ответы на викторину, высылайте фотографии ваших поделок и ждем ваших комментариев. До скорой встречи, друзья, в следующую субботу. Шаббат шалом! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok